Для британских парламентариев подобные пятна на репутации дело неслыханное. Там и меньшие провинности не прощают даже титулованным особам. Баронессу Маргарет Ходж уличили в левых заработках. Причем на второй работе она использовала депутатские привилегии. Чем поплатилась, знает Светлана Чернецкая, наш субкор в Лондоне. Серьезный удар по репутации баронессе Маргарет Ходж. Пришлось извиняться за нарушение кодекса поведения перед коллегами из палаты общин. Ходж депутат с 23-летним стажем. Она уважаемый политик и видная фигура в партии лейбористов. И кому как не ей знать, что депутатам запрещено по уставу. Вопросы к баронессе возникли несколько месяцев назад. Лондонская мэрия попросила Маргарет Ходж оценить рентабельность проекта под названием «Мост-сад». За проделанную работу депутат получила почти 10 тысяч фунтов. Это 360 тысяч гривен. Коллега Ходж возмутила, что зарабатывая на стороне, она пользовалась всеми привилегиями депутата. Не только тратила время не по назначению, но и пользовалась кабинетами парламента для проведения встреч по проекту моста. Электронные письма отправляла с рабочего компьютера, а документы печатала на бумаге, купленной за деньги налогоплательщиков, и подписывала их ручками, приобретенными за деньги из бюджета. Курьезность ситуации в том, что Маргарет Ходж – ярый борец за финансовую справедливость. Она пять лет проработала в комитете по публичным счетам парламента и жестче других критиковала за любые денежные махинации. Вы должны быть чище самого чистого и никогда даже и близко не подходить к грязному миру отмывания денег, уклонения от уплаты налогов или же зарабатывания денег сомнительными путями. Парламентская комиссия по стандартам провела целое расследование деятельности депутата Ходж и доказала, что та нарушила кодекс поведения. Кроме извинений, баронессе пришлось вернуть деньги, использованные не по назначению. Она решила не подсчитывать стоимость аренды парламентских кабинетов, а ограничиться суммой, потраченной на канцелярские товары. Это всего-навсего три фунта. Но, конечно же, суть этого разбирательства не в деньгах, а в принципиальности. В парламенте еще раз напомнили, что пристально следят за депутатами и их расходами. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.